Всем привет, друзья! Это Саша Фишлер и я рада видеть вас на канале ArtFishler. Сегодня мы с вами напишем такой аппетитный завтрак в стопку блинов. Для начала закрепите свою бумагу скотчем на столе, чтобы она не шла волнами. И начинаем со скетчем. Тарелка это у нас овал в нижней части листа. И сразу легко-легко намечаем всю стопку блинов, весь ее размер. Так, смотрите, мы рисуем овалы. Такие небольшие овалы, у каждого из них есть толщина. Где-то это будут такие немного неровные кусочки. А теперь нарисуем с вами ягоды. Смотрите, здесь у нас будет что-то вроде формы цилиндра. Мы рисуем овалчик, который вот так вот наклонен. А вокруг у нас получается вот такая вот почти круглая малина. Здесь пошли темные ягодки черника. Внутри дырка. Здесь будет стекать. Большая капля меда. Супер. И здесь мы делаем носик прозрачного кувшинчика. У нас будет туда входить вверх вот таким вот полукругом. Итак, мы начнем со света. Мы начнем с фона, как обычно мы это делаем. Сначала я просто покрываю эту область водой. И теперь я беру фиолетовый цвет. Немного-немного-немного смешиваю его. Вот здесь покажу. С капелькой серого и бежевого. Ну, прям совсем немножко. Просто, чтобы это был не яркий фиолетовый, а такой приглушенный. Делаю пару складок сверху, идущих вертикально. Хочется еще добавить воды. Вот здесь вот сделаю две горизонтальные складки. И еще пару вертикальных. Тут. Пить открытый фиолетовый, просто обычный, ни с чем не смешанный. Такой слишком яркий. А вот здесь вот под тарелкой я сделаю потемнее тень. Чуть более насыщенную. Такую темную. И даже немного еще добавлю. Еще чуть фиолетового. Еще немного окры. И... Да, наверное, меня устраивает. Да, пусть будет вот такой цвет. Не забывайте, что акварель при высыхании еще посветлеет. Поэтому сильно здесь... Сильно здесь светлить. Расправлять этот цвет не стоит. Потому что все-таки передний план у нас это близко к нам. Пусть будет такое насыщенное. Здесь вот только эту линию хочу убрать. Так. Хорошо. Теперь давайте мы перейдем к тарелке. Тарелку я также покрою сначала водой. И подумаем. Смотрите, почему здесь выбран голубой цвет. Потому что этот цвет очень красиво контрастирует с теплыми, бежевыми, коричневыми цветами самих блинчиков. Поэтому теперь мы с вами берем голубой. Вот такой вот яркий. Теперь я к нему добавлю немного изумрудного. Вот такого цвета. Но чтобы не делать слишком сильный акцент, также заглушу этот цвет. Потому что все-таки главные персонажи это у нас блинчики с ягодами. Вот такой у меня получился он немножко приглушенный. И во-первых, я сначала пройдусь по краям и под блинчиками. Давайте определимся, откуда у нас свет. Он будет у нас с левой стороны. Значит, вот эта часть будет больше затенена. Ничего себе фиолетовый у меня насыщенный. Я хочу сделать тень немного фиолетово-синюю. Такую вот. Вот я добавила серо-фиолетового цвета. Свой голубой. И сейчас здесь немного затеню. Да, хорошо. Теперь теми же тонами напишем кувшинчик. Проведем фиолетовым. Проведем фиолетовым здесь. И немного изумрудно-голубого сюда добавим. Так. Теперь я жду, пока здесь высохнет. И время приступать к самим блинчикам. Я покажу, как писать один, а потом остальные мы будем писать по аналогии с ним. Сначала все тем же методом. Этой кисточкой толстой я покрою весь блинчик просто водой. И теперь мне нужна кисточка чуть поменьше, с более тонким кончиком. Вот такая. И те основные цвета, которые я буду брать. Красно-коричневый. Я считаю, что название цветов не особо имеет смысл. Потому что все равно у каждого своя, может быть, палитра. Поэтому я специально вот здесь показываю, какие именно я мешаю. И вы можете находить такие же. Вот смотрите, вот этот цвет ближе к красному. Вот этот вот у меня окна. С капелькой вот этого красного цвета. На ней. И полупрозрачный. Вот так вот аккуратно. Я прокладываю его в кушку этого блинчика. Смотрите, здесь важно, чтобы это было очень светло. Очень светлый цвет должен быть. Полупрозрачный. До краешка я пока не дохожу. А вот здесь вот, боковину, я проведу прямо вот светлой окрой. Пока не видно большой разницы. Смотрите, теперь нам нужно кое-где вытащить, снять насыщенность цветов. Приготовлено салфеткой. Вот так вот краешком. Я кое-где обмакиваю. И снимаю ненужный цвет. Все. Вот где можно сделать такие вот как дырочки. Здесь сниму. И хочется мне еще немножко добавить окру. И задать везде основной такой полупрозрачный тон. И так же сразу окру мы окру пропишем к меду. Хочу вернуться в край тарелки и сделать здесь тень. Вот я ее пропишу вот таким вот фиолетовым. Возвращаемся к блинчикам. И начинаем делать форму и текстурку на них. Кое-где с сухой кисточкой мне хочется высветлить моменты. Вот эти вот все кружочки светленькие. Они должны быть с нечеткими краями. Поэтому это удобнее вот так вот вымывать, чем оставлять их. С дымом. Видите, вот тут довольно четкий край получился. Мне бы его хотелось размыть. Поэтому я немножечко сейчас тут вот разведу это водой. Вот так. Проделаю какие-то такие, как дырки. Поехали дальше. По такому же принципу мы делаем все остальные блинчики. Ну что ж, теперь время приступить к ягодам. Я немного дам просохнуть блинчиком. И к деталям мы вернемся позже. А на малине нам с вами нужно будет сделать блики. Блики это будут прям белые-белые. Самые яркие, самые светлые места на картине. Но поскольку их довольно тяжело оставить нетронутыми, их проще написать сверху белым акрилом или белой гуашью. Лучше, если это гуашь. Потому что она дает более насыщенный такой яркий белый оттеночек. Также белые блики можно написать при помощи маскирующей жидкости. Если у вас такая есть. Эта жидкость такая специальная для акварели. Она похожа на клей. И она как бы закрывает. Ею покрывают работу до начала введения цвета. И она закрывает белые участки. Сейчас хочу немножко размыть этот моментик. Потому что он на свету. Здесь у нас свет. И мы покрываем вот так вот. Каждую малинку. Можно сначала водой покрывать. Но вы видите, я некоторые покрываю водой, а некоторые нет. И на теневую сторону я ввожу больше цвета. Его немножечко потом в сторону вот так вот. Как бы размазываю. Сюда мне хочется тоже ввести немного вот этого ярко-розового. И внутрь я положу сейчас. Но потом мы еще раз это будем утемнять. Вот эту малину я хочу насытить больше цветом. И остальные ягоды так. Плохо я сняла. Мы так же покрываем темно-синим. Для этого нам надо намешать такой цвет. Он похож, наверное, на индиго. Больше всего для этого я беру темно-темно-коричневый. И немного насыщенного синего. Не очень-то насыщенный. Сейчас покажу вам. Вот такой вот цвет. Можно даже чуть больше синего. И мы прописываем ягоды. По этих ягод будет так же блик, но он будет нечеткий. Он будет в центре. Сейчас я покажу на примере вот этих ягод, как мы его отобразим. То есть здесь тоже мы не просто оставляем пятно, а мы будем вымывать по-мокрому. Будем его оставлять таким аккуратненьким. Теперь я мою свою кисть. Хорошенько ее обмакиваю. Высушиваю на салфетке. И вот это вот белое пятно растушевываю. По этому же принципу делаем все остальные ягоды. Теперь давайте вернемся к меду. И напишем мед. Итак, для него нам нужен будет вот этот вот красно-коричневый цвет. Вы можете взять кисточку потоньше. И напишем на примере вот этой большой капли. Здесь будет оставлен яркий блик. Вот тут. Потому что мед это глянцевая субстанция, да, это жидкость, которая течет. И здесь мы задействуем сразу три коричневых цвета. Это у нас будет и вот этот вот насыщенный красно-коричневый. Теперь я вот так вот провожу эту черту, чтобы этот цвет начал у меня расплываться в сторону. Сюда добавлю опру. И полупрозрачную. Так вот она у меня и останется здесь. Края этой текущей капли будут немного потемнее. Сейчас мы вернемся к низу. А пока давайте закончим тут. И я беру более темный коричневый цвет. Я даже, видите, цвет ягодок задействовала. Вот здесь вот провожу вот эту тень, которая под блинчиком. Потому что она... А под прозрачной каплей будет видна. Все. И вот так вот мы ее размыли. Теперь идем дальше. Вот эта часть у нас готова. Прям вот так вот оставили ярко-ярко эту капельку. И теперь прописываем нижнюю каплю меда по такому же принципу. Блик у нас с левой стороны. Помним, да? Потому что цвет слева. Дальше берем еще немного охры. И ее сюда добавляем. И размываем к вот этому краю. Далее, что мы будем делать здесь, где капля поднимается вверх. Здесь я возьму только чуть-чуть охры и чуть-чуть красно-коричневого цвета. И вот сюда вот вверх подниму. Также на этом медовом потеке можно добавить еще одну коричневую такую линию. С этой стороны. Тут я уже беру совсем темный такой коричневый цвет. А вот и вот. Давайте я добавляю. Дальше. у малиной каждую из вот этих вот каждый из этих отделов можно аккуратно прописать просто как бы отведя или же сделать наоборот вот такие вот более темные кусочки между ними давайте наверное выберем путь обведения каждой из частичек так будет на мой взгляд попроще и там где теневая сторона мы немного больше делаем эти линии не такие тоненькие там где свет там эта линия становится прям тонюсенькой и по такому принципу делаем все малинки ну что же мы приближаемся к финишу нам осталось сделать яркие акценты и какие-то более насыщенные темные тени смотрите например от блинами пока очень светло вот здесь вот на тарелке хотя очевидно да что они дают довольно глубокую тень и так я взяла коричневый цвет снова смешала его немного с синим и как я вначале и говорила нам точно придется его здесь утемнять проводим линии а потом просто кисточкой с водой мы растягиваем наружный край этой линии в сторону еще нам конечно нужны акценты на блинчик смотрите у нас тут между ними тени совсем не прописаны нужен темно-коричневый цвет и мы подчеркнем ярко эти тени и немножечко еще порисуем давайте другую кисть возьму буду делать смотрите как она у меня немного влажная не сильно но чуть-чуть нет намочила вот здесь вот блинчик и кое-где порисую вот такие вот снова круги не доходя до края видеть карандашная линия светлая стала здесь краешек здесь и немножко эти круги порисую 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 пусть кое-где контур будет четким будет немного такая более иллюстративная работа стилизованная вот так вот 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 Давайте еще немного добавим ярче тень. Под тарелкой. Видите, вначале как-то все так делаешь немножечко аккуратно, чтобы не перетемнить. А в конце мы уже находим такие вещи, где нам хотелось бы поддержать баланс между цветом. Мне кажется, что здесь слишком светло. Я хочу здесь акцент добавить. Таким образом, да. И теперь последний штрих. Это белые блики на ягодах. У меня это будет белый акрил. Я беру самую тоненькую кисточку, которая у меня есть. Это номер 3. Вот такая. Набираю немного белого акрила и делаю блики. Вот у этих ягод, у черники, они будут вот такие более, как мы с вами уже говорили, с нечеткими контурами, более какие-то заснеженные. Малины почетче. Ну вот, минус акрила в том, что он не дает такой прям сверхчеткости, как, например, гуашь. Поэтому беленький гуашь может быть даже здесь лучше. Можно на меду еще одну провести, вот такую вот здесь поставить, вверх провести. И вот с этими нижними ягодками давайте разберемся. Торелки, блячок. Вообще, раньше, когда я училась в художественной школе, принято было не использовать на акварели белый цвет. Ну, то есть в такой классической живописи, ни белый, ни черный, они не используются, потому что это выглядит уже стилизованно. Это не классическая, не реалистичная живопись. Но это уже в зависимости от вашей цели, да? То есть если вы делаете просто иллюстрацию, или если вы, например, рисуете просто для удовольствия, не собираетесь работать потом художником и продавать реализм, вы можете спокойно использовать белый цвет. Даже если вы собираетесь быть художником и продавать картины, но они не реалистичны и не претендуют на это, то вы тоже можете спокойно не ограничивать себя в цветах и использовать вот такие вот оттенки. Но в классике черные и белые не используются, потому что их в жизни вы встретить в чистом виде не можете. Они всегда отражают какие-то предметы, которые находятся вокруг. Я считаю, что я закончила свою работу. Напомню вам, меня зовут Саша Фишер. Спасибо вам, что были со мной на канале. Если вы хотите получить лайн-арт этой работы, это когда у вас будет такая, как разукрашка, вы можете пройти по ссылке, которая указана внизу на мой патреон. Там на русском языке и на английском у меня есть несколько тарифов, где я даю референсы этих работ. То есть, пример, да, фотографию, с чего я рисовала, где я делюсь с вами лайн-артом. То есть, вам не надо будет делать скетч, а вы сразу сможете скачать готовую работу и распечатать ее. Или свести через окошко, или через копировальную бумагу. А также есть тариф, где я даю обратную связь, где мы с вами раз в месяц созваниваемся, и вы можете получить консультацию от меня, задать вопросы или задать вопросы в WhatsApp в любое время. Ручка, акценты делать не обязательно, но вот я люблю это делать. Это еще более такой иллюстративный стиль, где мы расставляем более яркие акценты. Ну что ж, я снимаю скотч, у меня появляется белая красивая рамка, и работа смотрится еще более аккуратной и законченной благодаря этому скотчу. Пожалуйста, не забывайте про подписки и лайки. Спасибо вам! Увидимся в следующих видео. Пока-пока!